Четверг, будний день, на часах 14.20. В это межпиковое время новый маршрут номер 39, первый прямой между Светотехстроем и Юго-Западом, должен прибывать на остановку каждые 15 минут. Ради эксперимента и в режиме реального времени мы решили проверить, через какое время за нами приедут. Чтобы всё было честно, отсчёт начался с того момента, как от остановки отъехал очередной микроавтобус. За более чем 20 минут солнце стало ярче, трава зеленее и на остановку даже пришёл второй человек. Но никто так и не приехал. Каждому хочется быстрее уехать, понятно. Если вроде люди обязали или график открыли в маршрут, по идее-то должны всё это выполняться, ну, может быть, наши вообще, всемирные, всё это может безнаказанности. Их не приехали, ну и не приехали. Конечно, каждому хочется быстрее уехать. Так что... Чтобы люди нам поверили, сколько вы стоите уже? Ну, мы сколько, я подошёл, ну, примерно, да, 15-20 минут, вот так. Только спустя 21 минуту прибыл долгожданный 39-й. В официальном документе говорится, новый маршрут работает с 6 до 22.00. Интервал движения в часы пик утром и вечером 10 минут, в межпиковое время 15. На линии должно быть 12 единиц автобусов малого класса. Об этом и о том, что на дорогах Саранска появилась новая цифра, жители города слышат впервые. Не ездил на нём ни разу, не знаю. А почему не ездили? Ну, не приходилось. Как думаете, он удобнее будет вообще? Нужен ли он? Думаю, что да. Потому что тут такая дорога, она, ну, как бы считается, как короткий маршрут. И будет такое, ну, интересная движуха будет. А докуда едет? Юго-запад, светотехстрой. До конечной. Угу, буду, если короче. Напрямую, да? Да. Водители 39-го маршрута в первый день работы на новой линии хватаются за голову. Статистика для них удручающая. Пока работают в минус. Нет людей. Стоят на остановках, не машут. Приходится проезжать мимо. Останавливаешься. Просто посмотрят и дальше отворачиваются. Ждут другой маршрут. Этот маршрут просили 3-4 человека. Ну, может, 5 максимум. Которые именно нужно со солнечной доехать до юго-запада. Ну, для этого, по-моему, ходит 34-й пазик. Хорошего нет ничего. Всего день пустой. По 2-3 человека и все, больше никого нет. А в это время директор управления транспорта и начальник частных перевозчиков не могут договориться о том, сколько же автобусов должно курсировать между районами города и с какой скоростью. Будем следить за судьбой 39-го маршрута и надеяться, что он кому-то станет нужен. Константин Курбатов, Павел Толобаев. Наши новости. Константин Курбатов, Павел Толобаев.